Если брать, в частности, гидрофизику, наверное, многие представляют, там огромное количество направлений. Кто-то специализируется на экспериментальных работах, уверяю вас, там масса проблем, интересных вызовов, как принято говорить, челлендж. Кто-то занимается моделированием, кто-то специализируется в так называемых численных расчетах, может быть, вы тоже слышали, computational fluid dynamics и так далее. И поверьте, в каждом этом направлении очень много нерешенных задач, проблем. Это действительно такая волнующая отрасль. Но я думаю, и в других глыбах это есть, да, но у нас это особенно как-то, мне кажется, заметно. Но и, предваряя, как бы несколько слов, я хочу, предваряю, чтобы было понятно в дальнейшем, как я построил презентацию. На самом деле, вот на мой взгляд, я думаю, на взгляд очень многих людей. Вот вся эта проблематика, эти вызовы, они обусловлены одним фактором. Есть такое слово турбулентность, может быть, вы слышали? Так вот, на самом деле, это и есть главный челлендж. Почему? Потому что ведь проблема турбулентности, она остается, это общепринято, это последняя нерешенная проблема классической физики. И поскольку она не решена, все-таки можно это констатировать до сих пор в полной мере, вот отсюда все наши проблемы, попытки описать приближенные эти коэффициенты турбулентной диффузии, парадигмы описания перемешивания водных масс и так далее. Фундамент пока не настолько прочный, к сожалению, но вы поймете в дальнейшем. Вот это главная, главная челленджка. Наверное, его когда-нибудь решат. Хотя, я сослюсь на некую цитату, по-моему, это речь идет о фон Кармоне, прошу прощения, я не помню точно. На одной из конференций он сказал, когда я предстану перед Богом, это была одна из последних его конференций, а это будет скоро, то первое, о чем я его спрошу, это будет почему относительность и почему турбулентность. Ну, первое, он имел ввиду общую теорию относительности. Для него два супер важных вопроса. Было еще интересное дополнение, причем, что касается первого, то в ответе на него я более оптимистичен. Ну, вот такое состояние делал. Нет, надо дать должное, конечно, мы за последние, там, сто лет исследования этой проблемы, столпотворение идей, столпотворение результатов, мы гораздо больше стали понимать в природе, в явлениях, но проблема пока не решена. Ну, и тут же, я понимаю, затягивает введение, но тем не менее. Вот, что мне очень приятно отметить, мы начинали 12 апреля, вспомнили Юлия Алексеевича Кагарина, Королева, ну, вы знаете эти фамилии, да? Но с другой стороны, если брать проблему турбулентности, может быть, кто-то мне подскажет, вот, есть одна фамилия, которую вы всегда найдете в любой путь на работе, по-трубулентности. Знаете фамилию это? Калмагоров, не слышу, да нет? Вот, мне очень приятно отметить, что, на самом деле, вот, вклад в решение этой фундаментальной проблемы внесли многие русские, российские, советские ученые, в том числе, Калмагоров. Его работа с 41-го года, с 41-го года уникальной ситуации, на нее, ну, там уже не рейтинг, на нее ссылаются, иногда даже обходя правила, вот, вежливого цитирования, просто пишут Ка-41, и не стесняются в очень таких мощных статьях полностью писать Андрей Николаевич Калмагоров латинскими буквами, полного русского, как бы, фамилия. Ну, вот, я, я надеюсь, что, может быть, из вас, в самом деле, кто-нибудь будет, кто продолжит это, будет еще одна русская фамилия, я только одну назвал, там еще несколько, везде. Ну, если даже на вас не будет потом ссылаться, как там, на Атом 2020, не волнуйтесь, все равно, если будете работать, мы все вносим какой-то вклад в результаты типа Калмагоровского, они результат, как вам сказать, это как пирамида, как бы, и основание этой пирамиды, она не менее важна, чем вершина. Вершина не может быть без пирамиды. Ну, вот, ну, теперь, наконец, хочу представить некоторые конкретные результаты гидрофизических исследований, причем это будут результаты, полученные в нашей лаборатории. Я очень хочу сделать две презентации, поэтому будет говорить быстро, да? Ну, как я говорил, в направлении массы, в нашей лаборатории есть свои приоритеты. И вот я бы хотел вначале вам рассказать об одной узкой области, связанной с методой. В данном случае речь пойдет о экспериментальной методе. Помните, я говорил, везде свои проблемы, и в этой области полно проблем. И это то, что для нас сейчас актуально, в частности, те приборы, которые там сейчас стоят, они нацелены на его решение. Ну, и последнее еще общее слово. Все, чем мы занимаемся, оно имеет огромную практическую значимость, неоспоримо. Но я подчеркиваю, есть фундаментальный аспект, вот этот, очень важный. И, например, ну вот, что вот эту фундаментальность мы там поставили на им, Андре, подо льдом, там, нортик и температурную косу. А дело вот в чем, что на самом деле вот, когда мы ходили подо льдом, да, был шанс того, что под нами была развита эта аргументность. Причем она уникальная, понимаете? Вот, вообще, в этой связи вот римнология дает нам уникальную возможность постановки рафинированных задач. Вы даже в лаборатории не можете получить такой тип турбулентности. Ледяной покров исключает ветровую нагрузку и перемешивание за счет скорости. Граничные условия идеально ноль, ну и так далее, и так далее. То есть это уникальная возможность. И вот была попытка очередная у нас изучить параметры турбулентности, нащупать, если она есть, да, да, и изучить ее параметры, как и среднюю скорость, пульсацию и так далее. Мы это делаем, и вот теперь я очень сильно сужаюсь от общих слов. Я иду, во-первых, по направлению экспериментальных исследований и методов, которые там принимаются, да, а во-вторых, еще более сужаюсь, вот, и название доклада это отражает. То есть сейчас я буду говорить о тех методах, которые используются при, то есть что нам может дать использование вот такого, пожалуй, самого хорошего на данный момент прибора. Это акустический доплеровский current profile, это, значит, профилограф. Почему он так называется, будет ясно из следующего файла. Вот что он нам может дать? На самом деле, как вы видите, даже тут не все так просто. Да, почему я говорю, он самый хороший, вы наверняка знаете, что характеристики скорости можно измерять и с помощью аликов, так называемых, когда вы меряете две компоненты горизонтальной скорости. Но, как правило, интересно третье. Нас интересует турбулентное перемешивание по вертикали в первую очередь, согласитесь. Раньше, ну и сейчас, в основном лаборатории используют термоанимометр. Хороший метод, но имеет свои недостатки, я его не касаюсь. Наконец, лазерный доплеровский измеритель скорости. Но, повторяю, пожалуй, наиболее сейчас востребованным является вот LDCP, о котором я буду говорить. Итак, на что мы надеемся, и что мы можем получить, и как это получить? Ну вот, я последовательно расскажу, как мы это будем делать. Ну, вначале я немножко расскажу о самом приборе, чтобы имели представление о его возможности, что он умеет делать. А потом, собственно говоря, будут три главы, вот эти, да? Ну, это главное, что мы хотим вытащить. Мы хотим вытащить среднюю скорость, в первую очередь, и особенно её профиль по глубине. Вот эти две главы, вот они напрямую посвящены турбулентности. То есть, с помощью этих показаний мы хотим выяснить мелкомасштабную структуру турбулентности, может быть, кто-то знает, там главный параметр скорость диссипации энергии, базовый параметр. Вот. Ну, если вы, допустим, с этим не знакомы, то, во всяком случае, коэффициент турбулентной диффузии, все представляют себе, что это такое. Это важно для переноса пассивной примеси, например, при изучении химических реакций, это тоже определяющий фактор, да? Вот. Если мы найдём эту самую скорость диссипации энергии, мы можем оценить коэффициент турбулентной диффузии. Есть такое соотношение О-сборна. Концент турбулентной диффузии – это будет скорость диссипации делить на квадрат частоты бренда Вейселя. Вот. Но это первое, что мы хотим получить. Первое. А два следующих, ну, точнее, вот этот блок, он будет посвящён методам, с помощью которых можно из этих данных вытащить параметры крупномасштабных турбулентных пульсаций. Прежде всего, интенсивности пульсации для всех трёх осей и недигагональные элементы этой матрицы, которые определяют накачку энергии в водный столб. Ну, а далее я более подробно постараюсь рассказать об альтернативах. Дело в том, что вот эта задача, она до сих пор актуальна, она не решена. Вот. И тут у нас есть хороший конкурент, коллега. И, собственно говоря, папа вот этих двух последних глав будет в том, что буквально вот здесь мы конкурируем в хорошем смысле – это вот сейчас. и результаты, о которых я буду говорить, они ещё не опубликованы. Группы из Голландии – Вермулен и французы – Кибо, они делают примерно то же на методы разные. Вот я об этом расскажу. Ну, теперь коротко об ADCP – Acoustic Doppler Current Profile. Ну, по названию – доплевский. Ну, все понимаете, наверное, знаете об этом эффекте, да? Суть его очень простая. У нас идёт излучение ультразвукового сигнала. Ну, в принципе, это очень похоже на то, о чём говорилось на вчерашней и последней лекции, помните, да? Ну, там электромагнитные приборы у нас акустические. О частотах я скажу потом. Этот сигнал посылается в воду. Ну, помните, Роман Дарвич строил его вниз головой, да, этот прибор. И вот он постоянно, по эти два дня, он посылает эти акустические импульсы в водную толщу. Вода иммандрая, замечательно чистая. Но, как вы понимаете, она живая вода. А в любой же воде всегда есть какие-то пылинки, не знаю, какие-то неоднородности. Тоже фитопланктон клетки, верно? Поэтому всегда найдутся объекты, от которых этот сигнал может отразиться, верно? Ну, идея в чём же получается. А потом этот излучатель, он же принимает этот сигнал обратно. Ну, а если эти мелкие объекты движутся, да, то частота, кажется, сдвинутая. Это и есть эффект доктора. Ну, а поскольку там всё на схемах электрических, то сейчас огромное, то мы по сдвигу частоты можем эту скорость вытащить. Ну, принципиально важно, я хочу подчеркнуть, мы можем вытащить не саму скорость, а скорость вдоль направления излучателя. Скорость вектор, у него три компонента. Поэтому смысл умеет использовать прибор минимум с тремя лучами. Вы лично? Ну, об этом чуть позже. Да, ну, само собой, в классическом докторском эффекте, ну, вот лишний раз я говорю, если у вас движение идёт перпендикулярно, лучу эффекта нет. Это только для света он есть. То есть, продовольный эффект доктора эксплуатируется. Ну, вот, как я сказал, минимум он должен включать три луча. Вот, и второе его преимущество. У вас есть отклик не от какой-то одной точки, а этот прибор позволяет сканировать водную толщу и измерять скорость одновременно в целой серии точек вдоль каждого луча. Ну, подчёркиваю, это будет скорость вдоль направления луча только. Вот, таких ячеек, ну, я потом скажу, может быть, от нескольких десятков до, ну, 150-200, вот это. Вот то, что он умеет делать. Модификаций очень много. Ну, так посмотришь, очень много. Ну, к сожалению, другой прибор, да. Ну, модификаций много, они отличаются чем? Ну, как видите даже тут. Во-первых, число лучей, да. Стандартные – это трёхлучевая версия. Уголосклонения луча от вертикали – 25 стандарт. Более продвинутая, скажем так, это четырёхлучевая версия – Янус. Понятно, почему Янус, да? Две азимутарно-симметричных пары лучей, четыре луча – Янус. Да, есть версия Янус плюс, очень дорогая. Когда к Янусу добавляется ещё вертикальная луч. Ну, поскольку людей это интересует, в первую очередь, вертикальные все параметры, да, то это очень сильная вещь, но у неё точность поменьше, да. Вот. Ну и, наконец, есть, так называемые, в сайт Луки, сбокусмотрящие. Можно смотреть сбоку, но это вот интересная серия. В принципе, производители типа Нортика, они не рекомендуют отклонение оси прибора от вертикали. Там погрешность увеличивается. Поэтому сайт Луки – это отдельная версия, как бы, ну, немножко другой прибор, но он работает. Ну, вот так они выглядят. Наш скромненький – это вот этот. Вот он был установлен. Это излучатель, видите, три луча, и вот он головой вниз был, туда лунка опущен. Нам повезло. То есть иногда бывает, если вы помните, 54 плюс 5, а длина его чуть больше 50. Поэтому Роман Иванович притопил туда его. Надеемся, всё получится. Как раз идеально просто. Вот. Ну, значит, туда. Ну, некоторые проблемы с его эксплуатацией связаны с тем, что, как бы вы не укрепляли, даже в стационарной постановке, немного голова будет варьировать направление и прочее. Три угла Эйлера, они немножко шевелятся. Вот, видите. Ориентация прибора может меняться. Ну, у нас-то, слава Богу, он будет стационарным, я надеюсь. Но это проблема при случае, когда у вас он, например, используется с борта, с судной лодки. Там технические проблемы очень большие, на самом деле. Трудно отделить, как бы, шум движения от шума прибора и от полезного сигнала. Трудно разделить их. Теперь диапазон. Значит, вот тут несколько колонок. Это диапазон частот, которые используются как базовые. Как видите, от 250 кГц до 3 МГц. Современная линейка. Это тот диапазон глубин, который мы можем пробить с помощью соответствующих частот. Обратите внимание, чем больше частота, тем меньше диапазон глубин. А теанологи используют вот этот вариант. Низкочастотные приборы, они пробивают, это устаревшая таблица, прошу прощения, они пробивают до километра. Ну, а мы работаем, в основном, вот в этом режиме, в высокогерцевой. И пробиваем 3-6 метров. Роман Эдуардович, перед поездкой сюда, он немножко там перепрошил. И, в данном случае, 8 метров или 10 метров пробивает. Почти до дна. Вот мы должны получать эти данные. Ну, здесь указана типичная вертикальная дискретность. Помните, там был слайд, эти CEL ячейки, да? Вот они, в нашем случае, они примерно друг от друга, эти слои, на расстоянии там 10 сантиметров, 15. Вот. У океанологов это могут быть десятки метров. Вот эти там масштабы, сами понимаете. какие-то. Да, у каждого прибора есть, так называемая, слепая зона. У нас она около 10-20 сантиметров. Не видит его. Вот. Так. Ну, теперь о том, какие там возможные установки, да? Он может работать, так называемой, нормальной и эквенентной моде. С чем это связано? Дело в том, что классическая версия работает на эффекте Доплера. А лет 10 назад было предложено новое решение. Измеряется не сдвиг частоты, а сдвиг фазы между сигналом, который был испущен и отложен. Точницу уже ставят примерно на порядок. Поэтому разрешают вот это. Но тут надо выбирать. Или, скажем, вы используете более точные данные, но теряете в глубине профилирования. Ну, да. Альтернатива такая есть. Дальше. Можно работать в режиме бёрст, так называемый, и непрерывных измерений. Непрерывные измерения, они годятся, если у вас турбулентность слабая. Ну, например, каждую секунду он измеряет, один импульс дает, получает отклик ежесекундно. К примеру. Я говорю о типичных значениях. Для турбулентности это не пойдет. Почему? Потому что обычно масштабы наименьших турбулентных пульсаций, они очень маленькие и пространственные, и временные. Поэтому используется так называемый бёрст, о нем я чуть не расскажу, это пакет импульса. И потом по каждому пакету идет осреднение. Просто огромные ошибки иначе возникают. Ну, кроме того, еще есть класс. Я все время буду говорить об ADCP, есть еще ADV. Это акустический доплерский велосиметр. Он вообще меряет все, но в одной точке. Лучи сходятся. А, я забыл показания. А нет, дальше. А где он? Вот он, велосиметр, видите? У него вынесены эти излучатели так, что лучи на конус сходятся в одной точке, и там вы меряете все. Но это в одной точке. А ADCP дает нам профилирование. Так, ну, это я потом расскажу. Ну, теперь так, спокойно. Я минимум формулу писал. Тем не менее, мне кажется, вы должны понять, что и как. Вот начинается глава «Средняя скорость». И, казалось бы, тут, а все тренировально. Ну, на самом деле есть некая проблема какая-то. Вот что мы, буквой «Б» обозначены так называемые лучевые компоненты скорости. Если вы помните, это то, что мы меряем напрямую. По доброжескому эффекту, верно? Но эти компоненты – это направление скорости на направление лучей. И поэтому, да, чтобы вытащить среднюю скорость… Ну, все знают, я могу, скажем, компоненту скорости представить через его компоненты, три компоненты ортогональной системы координат, которые я хочу найти. Вот я и написал. То есть, каждая лучевая выражается через три искомых ортогональных компоненты скорости. Могу я найти отсюда? Не могу. Почему? Вот это три величины и мере непосредственно. То есть, смотрите. Первый луч – он дает нам данные по скорости в какой-то точке А. Вот я вынужден так. Он в этой точке меряет. Второй луч – в этой точке. Третий – в этой. Разные места. В точках А, В, С и скорости не обязаны быть одинаковыми, верно? Если брать океанологический вариант, там, 800 метров, да? Эти точки разместены, там, на десятки-сотни метров. Ну, тогда он бесполезен, вроде прибор, да? Но, к счастью, к счастью, многие гидрофизические течения, они обладают приближенной горизонтальной однородностью. Горизонтальная, подчеркиваю. Поэтому, если вы аккуратно это все осредните, под аккуратностью я имею в виду именно выбор масштаба осреднения. Вот, чтобы ребенка не выпустить. Чтобы убить пульсации шума, пульсации прибора, электрики и так далее. Или борта, который движется, да? Так вот, если вы аккуратно осредните, то среднее значение, подчеркиваю, всех компонент скорости в точках А, В, С будут одинаковыми. И тогда все это верно. Три величины ищите, три хотите найти. Все. Система трех уравнений для трех неизвестных, седьмой класс справится, а наша мощная команда без вопроса. Подействует матрица и найдет. Все. То есть, эта задача решается. Но подчеркиваю еще раз, только для горизонтально-нородных течений. Дальше можете представлять результаты, как хотите. Ну, например, здесь я привел несколько стандартных. Вот глубина, скорость. Да. Это у нас Венгеры. Это в прошлый год Венгерское озеро. Оно базовое для нашей лаборатории. Небольшое озеро 10 на 3 километра в Южной Карелии. Вот результаты обработки профиль средней скорости, как скорость меняется с глубиной. Ноль – это нижняя кромка льда. Ну, вот пример такие результаты, а как бы дрожание кривой, оно косвенно показывает нам ошибку, погрешность. Ну, хотя об этом я и чуть дальше. Можно так представить. Можно так. Я надеюсь, его владеетесь всем аппаратом. Либо матлап надо использовать, либо маткат, может быть, питон. Поднимите руку, а кто питон использует? Кто слышал и кто реально использует? А кто слышал о питоне? Очень рекомендую. Бесплатная версия. Матлап, к сожалению, он платный, поэтому я не могу сказать – используйте матлап. В ряду у каждого есть лишние полторы тысячи евро, чтобы купить лицензионную версию. Питон бесплатный. Очень рекомендую. Почему? Потому что вот объем базы данных какой. Вот сейчас мы снимем, когда сегодня, наверное, приедет Роман Беларда Чегарина, я думаю, там с каждого луча будет по 100 мегабайт. Ну, а как с ним оперировать? Надо хотя бы осреднить, а потом уже перекидывать на все это. Объемы данных большие очень. Вот. Все. Я закончился средней скоростью. Быстренько идем дальше. Наконец-то турбулентно. Самое такое вызывающее. И вот здесь я начну именно с этой скорости диссимпации. Я напомню, почему это столь интересно. Наберите скорость диссимпации и там океанология, и риммология, по-прочем вам слова, вы получите сотни статей, я думаю, на эту тему. Измеряют, измеряют и понимают, и понимают. Почему это столь важно? Потому что напрямую этот параметр определяет коэффициент вертикального перемешивания. Будете его знать? Можете оценить более-менее вертикальное перемешивание. А это важно, согласитесь. Поэтому вот борьба идет именно за эту величину. И вот как это, я не знаю, падение или нет, но это очень удивительно. Дело в том, что этот прибор, я не знаю, так и было задумано или нет, но он дает уникальную возможность для определения этой величины. А именно. Один из результатов Калмагорова заключается в том, что вот такого рода так называемая структурная функция, она, в случае турбонентного режима, она напрямую связана со скоростью диссимпации. А как эта структурная функция? Какого она смысл имеет? Вам нужно взять две точки на одной линии, померить скорости вдоль этой же линии, а потом посчитать вот такую величину. Ну, квадрат инкрементов скорости, как говорят. Вот. И если все хорошо, если у вас это действительно турбонентное течение, хорошее измерение, то тогда эта структурная функция зависит от расстояния r между этими точки, вот по Калмагоровскому языку на две трети. А множитель как раз даст вам это епсилон, который определяет турбонентную диффузию. Вот. И, повторяю, прибор идеально как бы для этого подходит. Ведь мы же именно меряем лучевые координаты, верно? Грех не воспользоваться такой возможностью. Ну, что мы, конечно, делали его сейчас, надеюсь, получим. Вот. Ну, в итоге, после обработки данных, ну, как и положено, вот у нас структурная функция будет выглядеть примерно вот так. Вот такие лепестки. Зависимость r в цепени две трети, почти кое, да? Ну, опять же, видите, погрешность довольно велика, хотя тут представлено семейство структурных функций для… Во-первых, с каким-то временным интервалом эти лепестки-то поднимаются, да, опускаются в течение суток. Во-вторых, вот эта вставка, она показывает, как период осреднения влияет. Это, пожалуй, самая тонкая вещь, казалось бы, осрединностью. А подбор периода осреднения по времени – это, на самом деле, вот, это уже полурешённая задача. Ну, вот, как только вы убедились, что у вас работает колмогоровский режим, да, ну, после этого вы можете ε вытащить довольно просто. Ну, проще всего там, по-моему, внизу будет. Представьте это в алгоритмических осях, и любая степенная зависимость будет просто прямой линией. А прямой линией, ну, там уже дальше вопросов нет, и находим ε. Ну, вот, результат расчёта ε. В данном случае ε как функция глубины – это тоже вендоры 18-й год. Это зависимость ε от времени. То есть, я к чему это реально вытаскивается, это можно делать, да. Вот. Так, ну, теперь к третьему перехожу. Я упоминал вовведение, что кроме средней скорости, кроме мелкомасштабной турбулентности, можно вытащить ещё параметры крупной масштабной турбулентности. В первую очередь, это пульсации турбулентности до трёх осей, и кроме того, недиагональные компоненты. Вы скажете, ну и что, эти недиагональные? Они не менее важны, даже более важны, чем интенсивности. Почему? Потому что они определяют накачку энергии в водный объект. Поэтому их в основном, ну, они большой интерес представляют. Ну, и вот методы излечения, да, методы излечения этих недиагональных, их называют стрессы, они известны где-то уже лет 15. Люди активно это используют. Я привёл картинку, это не наша картинка, это вот один из создателей Ховард и Соуза. Вот они исследовали приливное течение, и мы считали и эпсилон, и накачку энергии. То есть, вот эти две возможности, они дают вам… Две возможности о дисциплине дают возможность действительно детально изучить баланс энергии этой водной массы. Так, ну вот теперь… Да, теперь вот как раз о той изюминке, если хотите, о тех надеждах, которые мы связываем с этой постановкой. Ну, где-то вот год назад мы это начали делать. Дело в том, что с помощью всех этих приборов можно из шести компонентов вот этих напряжений, я имею в виду три интенсивности пульсации и три недиагональных. Реально можно вытащить в лучшем случае две. Ну, так геометрически устроено. Вот. В случае трёх лучевой конфигурации ни одного явного выражения не получится, да. И это кажется обидно, да. Ну, почему это так? Во-первых, у нас только три луча из шесть неизвестных. Ну, по-любому, как бы мы полностью задачу не решили. Но по причинам геометрическим даже одну мы не можем вытащить. Я не буду эту арифметику показывать, нельзя. Поэтому вот эта актуальная задача вот в данный момент, да, как же нам находить турбулентное напряжение. Вторая проблема, я уже упоминал, это оценка исключения шума. Ну, а третье чуть позже скажу. Ну, это по шуму, я не буду сейчас говорить. На самом деле всё это очень шумит. И вот здесь представлена, например, характерная зависимость ошибки от измеряемого напряжения. 10-20%, увы. Большая ошибка. Особенно это проблема на случай вот наших зимних исследований. Когда они изучают приливы, там мощные течения метров в секунду, там больше, да. Это скрыто. А у нас вот здесь гораздо сложнее. Почему? Потому что миллиметров в секунду мы на пределе работаем. И вот какие идеи по поводу излучения всех этих напряжений. Ну, вот первая идея, да неужели. Первая идея, это вот как раз наших конкурентов, да. Ну, благо в них приборов много. Они взяли два четырёх лучевых ADCP. Да. Мастер и Слейф, да. И один из них наклонили. Восемь лучей, восемь уравнений. Переопределённая система, вытащили они всё-таки. Молодцы. Но одна беда. Как я говорил, наклонять не рекомендуют производители. Точность просто тухнет. Это вот минус их метода. Не говоря уже о том, что пятно пересечения, оно часто становится большим и нарушается условия горизонтальной однородности. Вот. А наклон здесь необходим, потому что если даже два четырёх лучевых поставить вертикально, из восьми в соотношении только пять можно вытащить. Ну, я не буду этого показывать. Вот есть у них такая. А наша идея, их результаты я пропускаю. А наша идея заключается в том, у нас, к счастью, тоже оказалось 2,10p некоторое время. Причём элементарных, трёх лучевых. И мы их вот поставили в двух конфигурациях. Первый раз вот таким образом, чтобы на какой-то глубине имелась точка пересечения. Либо таким. На какой-то глубине будет две точки пересечения. И оказалось, что это срабатывает. Мы вытащили все эти компоненты. Вот так это выглядит более. Примерно так это схематически выглядит. Мы хотели сюда вторую привезти, но по разным причинам не удалось. Да, и приборы работают асинхронно, чтобы не мешать на всякий случай. То есть вот у вас один работает, второй спит и так далее. 256 импульсов. Вот в каждом этом пакете BEST, так называемом. Что даёт нам хорошую точность. А дискретность 30 секунд. Ну и вот с помощью двух этих приборов, первое, мы выявили это. Мы выявили, что действительно течение горизонтально однородное. Две линии соответствуют показаниям двух разных приборов. То есть можно работать. Выявили калмагоровский интервал. Вот те самые графические координаты, которые я говорил. Из которых мы получили K41. И две трети. Мы нашли скорость засипации энергии. Ну и после этого вот это, собственно, новенькое. Мы получили все эти шесть турбулентных напряжений. Верхняя панель – интенсивность и пульсация до трёх осей. Нижняя – это вот те не диагональные элементы, которые определяют накачку энергии. Ну, а затенено, то, что затенено – это погрешность так. Ну, условно. Вот. Ну, последний слайд. Я стал плохо рассчитывать время. Последний слайд. И вот, обращая внимание на странную вещь, вот она ещё не опубликованная. Мы обнаружили, что та турбулентность, которая мы меряем, она удивительна в каком плане. Но обычная турбулентность стремится стать изотропной. Вот. А здесь выявилось следующее. В течение времени она у вас… Ну, есть такой интерпрей, как бы, есть 2D, 3D. Причём это 2D-случай. Это случай, когда у вас подавленная вертикальная пульсация. Ну, блинообразная турбулентность, диск-like, говорят. И вдруг, через некое время, причём периодически, у вас она становится road-like. У вас 1D-пульсации очень велики, а в двух перпендикулярных – подавленные. И это у нас было получено уже третий раз. Причём не знаю. То есть, почему-то она крайне анизотропная турбулентность. Ну, здесь я уже не объясняю, но вот визуально это изображается так. На так называемом треугольнике Ламли вот идёт такая болтанка. Вот от этой области, соответствующей, вот этой road-like, как бы, к этому краю, где она диск-like. Ну, мы надеемся, там дальше что-то… Мы очень надеемся этот эффект в дальнейшем исследовании. На этом всё. А, самое интересное, я забыл сказать. Можно ещё две минуты? Я, действительно, ещё плохо спланировал. И как раз вторую презентацию больше хотел показать. Ну, вот и два первого успела. Прошу меня извинять. Плохо планировать, да. Но я болтал. Вот. Я… Здесь я просто хотел некоторые… Вот что меня лично волнует, на мой взгляд, может коллеги не согласятся. И был, есть, и остаётся вот этот некий зазор, гэп между биологами, геохимиками и нами. Вот мы хотим, мы меряем всё, да. А вам-то чего надо? Мне всегда понятно. Ну, понятно же, коэффициент турбулентодиффузии. Наверняка можно более чётко сформулировать. И мне кажется, если бы мы работали более коэффициентом, было бы здорово, если бы мы вот так объединили усилия. Ну, вот, например, если бы вы посчитали поле скорости, то вот здесь показано, что фитопланктон, который… Если вы знаете скорость соседания фитопланктона, то вы можете идентифицировать те зоны, где он выживет. И эти зоны не у самого льда, а они здесь. То есть они фактически не самые предпочтительные. Понимаете? Но гидродинамика диктует. Вот фитопланктон выживет здесь. Понимаете? То есть что-то гидродинамика ведь даёт. Вот. А здесь те же самые приоритетные зоны запланктона в зависимости от их массы или размера, да? То есть тяжёлый здесь выживет, лёгкий здесь, более широкая область. Я в этой связи хотел бы порекомендовать, вот есть одна, на мой взгляд, меня очень впечатляют такие статьи, поскольку я ничего не понимаю в этой области. Вот, но они яркие очень. Вот последняя, одна из последних статей, 19-й год, где люди показывают, что гидродинамика способна дифференцировать фантомное сообщество. Вот если есть упорядоченные конгренентные структуры, то внутри них, между ними происходит дифференциация. Тяжёлые уходят на периферию, лёгкие остаются внутри. Но равновесие динамическое, как в реакции Белоуса и Жаботинского. И со временем они наблюдают такие вот крупномасштабные пульсации, как бы. То здесь зоопланктона больше, то потом меньше. Ну, понимаете, пространственно-временные такие пульсации, популяции. Это фитопланктона. Всё, да? Всё. Я прошу меня, извините, ради бога, я... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ